Я с вами буду разговаривать. Вы материться не будете? Нет. Ну вот смотрите, мы пришли сюда, в это место разбрата, Содом и Гоморру, чтобы возвестить о страшном суде Божьем, что ждет людей за это, и рассказать о самой радостной вести, какой и когда была. Иисус Христос распятый. Воскрес третий день. Вот вчера день воскресения, напоминает воскрес. Две тысячи двадцать лет назад он родился, чтобы люди покаялись, получили прощение грехов, жили свято и после смерти были в районе, в аду. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих написано. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих говорит так. Верующий в Сына, Божий имеет жизнь вечную. Не верующий в Сына, не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Он будет брошен в озеро огненное, где будет гореть вместе с дьяволом бесконечно. И мы эту радостную весть принесли сюда, в эту рулетку. А кто, говорите, Иисус? В каком году родился? У вас далекий микрофон, плохо слышно. Поближе микрофончик возьмите. В году, говорю, в каком? Что в каком? Ну вот вы говорите, в 2020-м. Ну сейчас-то 2020 год идет. Отчего он первый-то год пошел? От Рождества Иисуса Христа, называется Новая Эра. А в Советском Союзе так и писали от рождения Христа до 1936 года. Вот если у вас есть вопросы и будет желание встретиться, вы меня найдете в скайпе. Скайп. Игнатий Лапкин. Я там один. С этой фамилией. А если здесь решили узнать, у нас большой в Ютубе канал «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Самый большой, как мы считаем, канал. 19 тысяч роликов наших. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Сейчас еще. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Нашел. У нас просмотр общий 45 миллионов. На канал можно не подписаться? Не подписаться. На канал можно. Вы там найдете ответы на тысячи вопросов, которые мне задавали студенты, когда я вел занятия в университетах. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А одна деревня на всю страну такая. Я думал, ты у него заигрываешь. Нашли. Ну, мы подписались. Так, плохо слышно. Ну, нашли вас и подписались. Да. Ну, Богу слава. Вот если у вас будет желание встретиться, побеседовать, я там все ресурсы скину. У меня очень большой форум, сайт. Ему равных нету. На сайте 50 книг моим голосом насчитанное. О том, как я отбывал за слово Божие. Первую в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ. Как в тюрьме отбывал. В тюрьмах пять тюрем прошел. Там все написано. И у меня вышло 38 томов книг. В бумажном варианте. И в компьютерной версии 70. Это еще 7 томов. Четыре последнего тома. По 800 страниц. Стихи. Каждое стихотворение 36 строчек. Вы любите поэзию? Да. Вам никто не отключит, если я вам расскажу стихотворение? Нет. Автобиография. Вы первую строчку, если зарядите в интернете, она поется. У вас пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделала мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике, в бессилье их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, полагам, отвалам. Исследуют святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мною доик, бешеный Саул. Они разведали, что им я мёд Акриды, А штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошёл. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. Это было красиво. Красивый стих. А? Слушайте. Красивый стих был. Слушайте, а про любовь есть что-нибудь? О, про любовь у меня не одно стихотворение, а много. А так она, ой, вы курите. Ну что ж вы делаете? Это потому что нервы, эмоции. Ну зачем же? Это 12 лет жизни отнимает. Вам ещё жить не начинали. И когда курят, мы не разговариваем в это время. Нам не положено с самоубийцами разговаривать. Давайте переключимся. Так, вы будете курить дальше. Тогда давайте прощаюсь с вами. Всё. Папироска оказалась дороже для вас. Я буддист. Он мусульманин. Мы пришли сюда, в это место разврата, чтобы напомнить, что будет суд Божий за всё это. И напомнить о том, что за грехи наши умер Христос на кресте. И в третий день воскрес. И призывает всех к покаянию и прощению грехов, чтобы начали новую жизнь. Понятно. За вашу новую жизнь или что? Что? Это буддист. А у мусульманина? Мусульманин? Так а мусульманин разве это... Мусульманин. Мусульманин-то разве не человек? Разве это таракан какой-то? Мусульмане люди мужественные. У них другая книга есть. Она вот такая выглядит. Вот. И у них там написано про нас, про христиан. Пятая сура, 47-66 аяты. И мы, христиане, называемся люди Писания. А Писанием в 7 веке, когда их религия зародилась, была только одно – Библия. И там написано, Господь Бог Всевышний нам, людям Писание, дал инжил. И жил это Евангелие. И вы по нему поступайте. Я и поступаю по нему. Мы не пьем, не курим. Не то, что свинину. Мы вообще мясо не едим. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Это понятно. А вот скажите насчет такого вопроса, пожалуйста. Почему вы свинину не кушаете? Почему что? Почему вы свинину не кушаете? Я не пойму, чего я не делаю. Что-то не купите или что-то? Нет, не кушайте свинину. А, свинину не кушайте? Она не полезная, раз. А, во-вторых, мусульмане ее не едят. Мусульмане. И я для них буду соблазном. Я истребил мясо вообще всякое. В дом не запускаю. Потому что у меня среди мусульман много друзей. Не сотни, а может тысячи. Да. Вот Господь позволил мне издать 38 томов книг. Я решил их подарить библиотекам мира. Из Барнаула мы доехали до Владивостока, до Лиссабона, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. И в Баку мы ночевали в доме Мулы. И там наши беседы, все записано. Это люди необыкновенно высокого уровня образования. Я у своих православных такого не встречал. Мула говорит на шести языках. А жена на четырех. Высшее образование, консерватория. Мы были в мещете, молились вместе. Потом в храм православный пошли. Ладно, понятно, понятно. Это понятно. А почему же оно не полезное? Почему что? Почему оно не полезное? Почему оно не полезное? Я хотел бы узнать. Кто не полезное? Свинина. Я не знаю, то ли у вас микрофон далеко, то ли еще так неясные слова идут. Нет. Почему свинина для вас не полезная? Свинину не полезно. Не полезно. Не просто. Желчные пузыри и прочее разрушают. Не полезно. Это не баранина. Вот баранина там, говядина, это другое совсем. Свинину в Ветхом Завете, книга Левит 11 глава запрещалась евреям есть. А наша вера-то вся от евреев. Но в Новом Завете христианам разрешается любую пищу есть, чтобы молитва была. Но мы от этого отказались. Вот разрешается немножко вина, а мы в рот не берем ничего этого. У нас этого нету. Наши женщины... Вот вы зайдете... У меня в Ютубе канал есть «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И там вы увидите наш «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это самый большой в интернете канал. 19 тысяч роликов наших. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вот вы посмотрите, как наши женщины одеты. Два платка на женщинах. Маленьких девочек, как хиджаб. И платье до полу. А мы православные. Поэтому мусульмане нас за своих считают. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Открылось? Вот я... Одну секундочку сейчас. Давайте, давайте. У вас какой-то мусульманин сидит, какой-то благоразумный, даже не отключился. Обычно мусульмане только увидят, я крещусь. Они в обморок падают все. Тут же отключаются. Да разве это годится? Мы нормальные национальность. Ну, приятно слышать. Я молился сегодня, чтобы Господь хороших людей послал. А вы откуда сами? Алтайский край, город Барнаул. Не откуда, а где я нахожусь. Откуда это я из кухни пришел? А, нет, ну да. Ты, наверное, человек... Город Барнаул, Алтайский край, Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Нет, я подписался. Уже подписался. Да. Вы у нас там найдете самое высокое. Вот я начальник детского лагеря, 48 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. У нас и мусульмане, и кто-то так и не были. Мы различия не делаем. А вот скажите, пожалуйста, насчет такого вопроса. Вот вы из Алтайского края, да? Вот сейчас очень сложная ситуация в России происходит. Политическая. Какого политического строя вы придерживаетесь? Придерживались ранее и придерживаетесь сейчас? Или одного и того же? Я вам скажу, чтобы вам было понятно. В 80-е годы, когда в советской власти все религиозное преследовалось, мне, Бог, которому я молюсь, и у нас намаз не пять раз, а девять раз в день, и сто поклонов каждый раз, положил на сердце. Я слово «проблема» исключил из лексикона, заменил слово «нерешенный вопрос». народ невежественный, не понимает. Я решил сделать известным самые ценные книги, Библию, толкование святых отцов, и насчитал на пленку 50 книг, и среди них архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Я посчитаю это выставить Солженицына, лауреата Нобелевской премии. Брал интервью репрессированных и написал стихотворение о Ленине. У меня 4 тома, стихов по 800 страниц, каждый том. Каждое стихотворение 36 строчек и эпиграфы из Библии. Вот теперь куда я клоню? Я написал о Ленине. Стоит свой рот ощерев, по мету птиц подставив голый череп, вождь атеиста сонмище иуд. То есть, у власти были людоеды. Вам понятно? Нет, я сейчас не говорю. Мы сейчас молимся за правителей, тогда молились. Но сейчас можно свободно молиться. Мы могли начать строить деревню. У нас миссионерская поездка была с книгами. 120 тысяч километров прошли. И нас нигде не задержали, дали паспорта. А тогда нельзя было? Сегодня у нас может телефон звонить. А в Северной Корее, у кого телефон найден, смертная казнь. Вот Советский Союз такой и был. Поэтому надо, мы молимся правителей, чтобы издавали мудрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы нам, простым людям, было из чего уделять нуждающимся. Стремиться на помощь друг другу. А у меня пенсия если 8 тысяч, 141 рубль, 303 копейки. Чего я могу дать? За электроэнергию, за квартиру не хватает. Но я ни разу голодный не был. Игнатий, а скажите, пожалуйста, вот как вы вообще относитесь к нынешней власти? Очень интересно. Знаете как? Вот мы приехали в Москву, и там есть храм Христа Спасителя, центральный храм. Ну, я не один был, там 5 человек нас было. И мы на каждой стороне, их 4 стороны, молились, падали вниз, поднимали руки, просили мудрости, чтобы Бог правителям дал страх, сохранил от покушения. Три стороны обошли, одна закрыта.